Еще раз повторим, есть, мы как бы уже включаем в массаж, да, сразу уже интегрирована вот эта техника другого, другой совершенно практики, точечная, да, тут мы ее тоже используем, прожимаем, продавливаем, шиацу используем вот эти вот методики, да, для биологически активных точек. Это, ну, запрещенно в литературе используется, может, вы видели, БАТ, биологически активные точки, либо базы биологически активной зоны. Зона, это там же, где точки находят, только область просто пошире. И она, соответственно, не точечная, да, как-то носились таким образом, да, ну, более широко. Что эти точки обозначают? Это вообще принцип голографической реальности Вселенной, отраженной в человеке. Вы знаете, что вся Вселенная – это голограмма. Вот немножко сейчас расскажу, коротко. В чем принцип божественности человека заключается? Говорят, человек по подобию Бога, да. А еще есть такие вот в секретах священных писаниях, что фраза «что в малом, то и в большом», «что вверху, то и внизу», они говорят, да, или «мы едины со Вселенной в каждой самой маленькой частичке», да. Вот эти все фразы, они же о чем-то говорят, это все говорит об одном и том же, о принципе голограмме. Когда ученые стали делать голограмму, придумывая, да, то есть на такую поверхность, просвечивали через нее инфракрасными лучами, то рядом с этой поверхностью отражался объемный объект, да, 3D. Это практически до сих пор люди видят, фантастически воспринимают. Но фокус в том, что на самой пластине нет изображения этого объекта. Когда вы так глазами смотрите, тут нарисованы интерферационные кольца. Кольца, 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 вы даже не понимаете, что там такое слово, да. А здесь объект. То есть первый принцип – это объемное изображение, да, из плоского. То есть перенесение знаний, как бы информации, да, из плоского в многомерное. Это вот принцип Вселенной. Так же и в человеке тоже. То есть в одной точке мы многомерно влияем на весь организм. Когда мы делаем массаж всего тела, я вообще это всем рекомендую, не локальную какую-то зону, да, а всего тела делать массаж. Потому что получается, что мы стимулируем и активизируем все внутренние системы организма человека. А их я насчитываю больше 20. Иммунная, эндокринная, кровеносная, алифогринажная, нейронная, там, нервная, электромагнитная даже есть. Ну и полно всяких других. Не буду их перечислять. Так вот, точки, они у нас расположены так, как по всему телу, оправдывая или, как бы, доказывая второй закон голограммы. Второй закон голограммы заключить в том, что если эту пластинку стеклянную разбить, расколоть, да, и взять любой маленький осколочек, хоть там треугольничек, да, и она не может опять просветить лазером, то получится объемная картинка целого изображения. Это потрясающе, да, но это так. То есть, опять же, целое содержится в частном, в маленьком, да. Мы, как элемент Вселенной, также содержим в себе все эти элементы. И также сам человек многогранно отражается сам в себе. Все вот эти аркопунктурные точки, это проекция его внутренних органов, его внутреннего состояния. Болезнь также можно диагностировать по стопам, по спине, по розинкам, по точкам на ладони, по зонам на лице. Вот у вас есть вот пособие, можете открыть. Эти точки показаны и на ладонях. И вот на языке даже они все повторяют друг друга. Видите, многогранная страница была 12-я. Вот на спине, за что отвечают, зоны позвоночных точек, да, вот тут можно посмотреть. Попробуем, кто-то поближе. Почки, селезенка, печень, тонкая кишка, ну и так далее. Это вот когда на тренинг придется, я вам больше, более подробно покажу. На стопах прямо вот даже нарисовано. Нарисовано, где находятся печень, почки, органы. Открывай страницу 13-й. Открывай страницу дальше. 13-й метров. Что у тебя? Там, да? Нет у тебя. Подожди, я родился где-то еще. Вот, стопы 14-й. Да? А, 13-й, здесь просто они как-то идут. А, вот зоны на лице. Посмотри сколько их. Я сейчас подробно на них не буду останавливаться, да? Вот непосредственно точки, да, отвечающие за наши внутренние органы. И зоны большими, локальными. То есть тут кишечник, вот тут легкие находятся, щекар, да? На подбородке половая сфера. Ну и так далее. Все мы их, естественно, сейчас не будем проходить. У нас нет такой цели. Но стимулировать некоторые сможем. Например, уши я вам говорил, да? Страница 11 ваша пособие. Можно все открыть. Здесь изображен человек. Вот ухо, страница уха, да, прям вот объемное. Можно даже у кого-то в голове вспомнить, как выглядит эмбрион человека, да? Во время зародыша. В перевернутом виде. То есть вот так вот эмбрион выглядит человека. Причем ухо мы знаем, у каждого человека свой рисунок имеет, да? Так же, как токтилоскопические отпечатки пальцев. Так же и у уха. Очень у всех людей разное, индивидуально у каждого. И если тоже поразительный эффект, я вам скажу. Если две половинки мозга наши, вот эти полушария, разделить, да? То здесь вот на среде мы увидим рисунок своего собственного уха. То есть оно настолько друг к другу. Копирует и повторяет. Это просто потрясающе. Естественно, вот мы тогда видим зону на ухе, да? Вот вверху это голова. Соответственно, здесь язык, глаз. Там вот внутреннее ухо. Зубы вот находятся, да? Вот тут пошел позвоночник, да? Хребет, средняя часть позвоночника поясница. Вот тут крестец, сюда копчик заворачивается. Голова, хребет пошел, сюда копчик заворачивается. И, соответственно, органы. Вот тут внутренние органы. Матка, половая система, мочевой пузырь. Здесь печень, почки, кишки. Здесь сердце и легкие, да? Здесь пошли органы рук. Ой, то есть здесь ног, здесь рук, да? Вот тут как бы горло, трахея, полость рта, пищевод. Вот здесь эти точки. То есть они все копируют. Георгий, посмотри. Или я тебе уже показывал? Ну, сейчас встанешь, я тебе покажу. Мы, когда проходим массаж, я вам уже показывал, да? Мы их все вот так вот обжимаем, эти точки. Но есть еще точки дополнительные. Триггерные, так называемые. Вот эта точка, еще раз показываю, да? Где стыкуется ухо с черепом. Прямо верхнее. На нее перпендикулярно вот так вот давите. Стимулируя нормализацию кровяного давления в черепе и вегетозасудистую систему. Такая же точка есть вот снизу. Здесь стыкуется мочка уха с щекой. Вот здесь точки, да? Под скулой. Вот они прям под скулой идут. Вот косточка скулой, да? Или прям, может, пальцем нащуку. Под ней находятся эти точки. От висков. Очень много точек, которые влияют, опять же, и на давление, и головные боли так можно снимать, да? И, ну, практически нормализовать самочувствие человека можно достаточно быстро, за считанные минуты воздействуют на эти точки, да? Вот я вам показывал. Мы их сильно прижимаем. За ними несколько рядов идут. От глаза, получается, да? Вдоль вот этого виска. Три-четыре ряда. Одна большая точка есть там, где вот... Там, где скула начинается, когда мы кусаем. Можно на сверху попробовать. Попробуй. Где мышцы вот внизу. Вот так напрягаются, да? Вот где мышцы заканчиваются, вот эта точка. И где мышцы сверху начинаются. Как бы попробуй в скулу, где она заканчивается, да? Вот, помните, я на доске рисовал мышцы вот эти? Сейчас посмотрите, да? В любом случае на скелете, на черепе человека, мышцы примерно так же выглядят. То есть мы обжимаем точку мышцы, где она начинается, где она заканчивается, да? Таким образом мы убираем вот эти все застойные явления, которые, опять же, влияют на нашу вегетно-сосудистую систему, привносного, давление и так далее. Теперь смотрите, еще какие точки вам надо запомнить обязательно. Вот здесь вот эта вот большая тропетевидная мышца, да? Поближе покажи, пожалуйста. По ее центру прямо находится, ну сейчас человек уже достаточно расслаблен после массажа, да? А обычно вот тут находится такой прям бугорок мышечный, да? Он, как правило, еще совпадает с хрящиком, который над лопаткой, где-то вот тут вот. Они, как правило, рядом находятся, то есть эти точки, да? Мы на эти точки жмем, ну если бы он стоял вертикально, а так горизонтально в него, да? Прямо большими пальцами туда вот нажимаем. Как жать, неважно. Можно так же, если у вас ногтей нету, да? Если у вас ногти есть, то вот так жмите. Если не хватает пальца, то можно вот косточкой пальца вот так же. Видите, я как бы формирую кулак. Я большим пальцем вытаскиваю одну косточку. Дополнится, да? То есть у вас остается упор. И вот этим вот шариком, костяшкой, да? Вы ей давите на эти точки. Понимаете, чтобы палец не сполз, еще раз показываю. Как мы формируем кулак, чтобы палец не сполз. Да, вот. Мы из кулака его большим пальцем вытаскиваем. Таким образом, мы пальцем большим его и придерживаем. Видите, мы его держим. То есть упор идет в большой палец. А остальные просто убираем, чтобы не мешались. Видите, и у нас получается вот область давления. Мы не можем уже достаточно жестко продавливать какие-то конкретные точки. Можно вот эти дыхания? Значит, если удобно, то да, можно делать. Как-то удобнее. Значит, берем вот эти точки и предупреждаем человека на вдохе. Вдыхаем и задерживаем дыхание. Это надо сделать секунд на 10-15. Вместе подскаживайте, вместе вдыхаем. В этот момент сильно давите. А клиента просите через боль расслабиться. Расслабляемся, расслабляемся. Вот сейчас можно сказать, что-нибудь почувствовал после того, как отпустил? Ну да. Что-что отпустил, да? Слава Богу, что отпустил. А как правило, сразу идет... Расслабление вот здесь. Да, вот видите, у меня расслабление здесь. И здесь тоже. Кровь сразу раз пробивает эти пробки, да, внутренние. Наши кровеносные сгустки. И сразу идет расслабление. Дальше точка находится под этой мышцой. Под мышцой, где шея входит в голову. Давай вот на себе подруге покажу. Что я почувствовала. О, сейчас почувствую. Тоже вот вертикально в тело. В тело вот туда. Здесь такой можно антибугорок. Есть боль? Ага. Да? Смотри, я попробую тебе помягче нажать. Давай на вдохе. И расслабляйся. Вот. Расслабление наказано. Есть, да? Вот некоторые говорят, что у них прям расслабилось не только вот этот ключевой борец, да, а сразу рука такая повисла, такая висит, расслабленная, легкая. То есть видите, точки волшебные. Такому вы нигде больше научите. Давай еще раз нажимаем. Терпим. И нажать надо достаточно так, чтобы была боль. Слабенько нажимать нет смысла. Терпи, терпи и расслабляйся. Вот, сейчас через бой расслабляйся. О, молодец. О, у меня под лопаткой там. Вот здесь, да? Да, отдало. Отдало это потому, что все-таки не расслабилось, перенапряглась. Организм устрахуется, и она напрягивается с другой стороны. Это сейчас мы эти точки тоже до них дойдем. Я хочу на шее показать. Вот смотрите. Теперь, когда он лежит, вот тут вы можете нащупать такую точку прям по центру шеи. Давай, попробуй. Она там, понимаете, это область. Это не конкретная точка, да? А там вот такая жила идет, да? Это не сонная оттежья. Это вот такая вот жила. Прям по центру нее, дави теперь перпендикулярно соответственно к шею. Так. Пошла? Вот. Да, вот прям на нее дави, сильно так. Тоже на секунду здесь и так больно будет. И отпускай. Видишь, ты сразу ее на что-то собачиваешься. И здесь вот так же, раз нажимаем. Она просто такая скользкая, выскальзывая все время в языке, ее надо будет так поймать и держать. А вот здесь. Посередине. Здесь? Угу. Ну это больно, блин. Все. Все, больше не надо. Так, по одному разу. Теперь смотрите, вот, ну, в основном эти точки мы уже прожимаем, когда у нас мы обрабатывали лопатку, да? Если мы во время лопатки их не обжимали, да, то можно просить человека положить руки ровнее. Мы видим вот эти уголки, где на самом деле находится хрящик над лопаткой, да? Идем прямо туда, где заканчивается хрящик, вот. И эти точки вот так тоже нажимаем на них. А, они болят. Угу. Вот если болевое чувствует, очень болевое ощущение, да? Это просто мягче, мягче туда входите, техника шается, и выходите. Входим и выходим. И также вот эти все точки, они идут вдоль лопаток. Количество их даже не надо запоминать, их просто очень много. Вот, может быть, отпечаталось, да? Линия вдоль лопаток идет прямо вот. Потом на 2 см ближе к позвоночнику еще идет линия точек, вот этих пунктурных. И вдоль самого позвоночника, не на позвоночнике, а рядом с ним, да? Вот так это мы идут. То есть, когда мы проходили точки вот здесь, вот, да, вот, когда массировали голову, вот это, вы помните? Грана фортепиано. Вот это вот, да? Потом также можно пройти быстренько, вот эту точку, вот эту нажать, вот эту, и вот эти вот пройтись, да? Промассировали их. Кстати, массировать их можно тоже любой частью тела вашего. Воспринимайте их не как конкретную точку, да? Вы же все равно, у нас сейчас нету цели конкретно ее определить и конкретно орган, да? Мы же не иглы, а укал у него сейчас изучаем, да? Область достаточно большая, поэтому надавить на нее можно хоть ладоник, да? Вот так, если человек говорит, о-о-о-о, он может издать такие приятные звуки в этот момент. Вот, надавить можно локтем, мягко, я вам говорил в прошлом, да, если треугольничком надавливаете, то движение получается мягкое. Мягкое, не обязательно вот так вот, да? Ну, а если мышцы скованы, да, у нас еще и у нас человек расставлен, да? Также применяются вот эти вот все инструменты, когда вы давите, ну, чтобы щадить свои пальцы, да? Просто берите какие-то дополнительные инструменты и также продавливаете эти области, эти зоны. Пальцем удобнее нащупать точку. Пальцем удобнее нащупать, да, как правило, там еще вот вам подсказка такая, жилка там всегда есть. Или впазинка, или шишечка, или жилочка там такая проходит. То есть пальцем вы можете как бы сами себе подсказывать. Вот, дальше мы перейдем к области точек на стопах, на игрицах мы уже их смотрели в прошлом видео. Ну, а на этом эту область мы пока закончим.